Добрый день всем! Меня зовут Надежда Эггерс. Я риэлтор с Century 21. Я работаю в Орландо и пригородах этого города. Сегодня я вам хочу показать замечательный небольшой городок, который находится рядом с Диснейлендом. Этот городок называется Celebration, город-праздник. Мы сейчас проезжаем по улочкам этого городка. Город был запланирован, нарисован, так сказать, самим Волтом Диснеем в 60-х годах. Это была его мечта, город-утопия. Он нарисовал очень много проектов, как будут выглядеть дома, как будут выглядеть улицы, парки, инфраструктуру. Он называл это городом будущего. В 60-х годах это было такое представление о городе будущего. Кстати, вы обратите внимание сейчас на этот дом. Я про него вам попозже расскажу. Большой, красивый. Попозже дом. Да, попозже про этот дом я вам расскажу интересную историю. Вот, не сейчас. Значит, чем уникален этот город? У него есть, например, свой гольф-корс. Посмотрите налево. Да, большой такой. Да, 18 луна, гольф-корс. В нем полностью устроена инфраструктура. То есть есть свои, свои школы, elementary, middle и high. Школы, банки, рестораны на любой вкус. И колумбийская еда, и итальянская, мексиканская, японская, тайская, американская. Ну, в общем, все, кто здесь живет. Да, да, да. Вот, также есть свой госпиталь, банки я уже говорила, церкви. Вот одна из них слева у нас находится. Да, кстати, церкви здесь много мы проезжали. Да, здесь зданий церковных четыре и еще есть две общины, которые снимают помещение. Там еврейская община, по-моему, и мусульманская. Они тоже у них есть. Как бы в церкви нет, но они проводят свои службы. Мирно, да, проводят они? Да, мирно, конечно. Вот мы заезжаем в downtown celebration, центр города. Здесь по левую сторону у нас квартиры, по правую офисы. Впереди бассейн с подогреваемой водой, то есть можно спокойно купаться даже в прохладные зимние дни и вечера. Мы туда не поедем сейчас. Сделаем такую прогулку по центру. Озеро, да, это наше озеро. Впереди гостиница тоже своя, то есть... О, мы здесь были несколько раз, да, здесь. Это лошади гуляют. Да, лошади у нас на Новый год, Рождество. А, да, да, да. С каретами для принцесс у нас проводится. Снег идет, да, из пены здесь. Очень много мероприятий. Снег из пены и ненастоящий каток. Ну, кататься можно. Да, 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 вот здесь вот это все проходит. Да, да, это все проходит на этой улице. Очень много разных других мероприятий. Октобер фест, концерты проходят. Вот люди уже сидят. Рестораны у нас открылись уже. Можем после нашего путешествия зайти в один из них. Вот. Отметить открытие, так сказать. Здесь Банков Америка, вот тайский ресторан, почта. Ну, и сейчас мы проедем на наш объект. Колонны. Заморочились. С колоннами. Наш объект. В городе очень много парков, аллей. В городе для жителей предоставляется возможность посещать пять бассейнов. Любой на выбор. Открытый, да? Все открытые, да, конечно. Из этих пяти двое, вернее, извините, два бассейна, они подогреваемы, соленой водой. Угу. Можно, как я говорила, купаться в любое время, даже в прохладное время года. Это классно. С правой стороны местная школа. Здесь классы от нуля киндергарден до восьмого класса включительно. То есть элемент ремиддл школа, начальная и средняя школа, получается, да, они вот здесь в одном здании, да? Да, 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 это в одном здании. Симпатичные. Не огороженные, а они там внутри огороженные просто так незаметно, скажем так. Да. Сейчас мы уже почти подъезжали. Вот здесь находятся домики, которые стоят в районе 400 тысяч. Вот так, 400-420 можно найти, естественно. Все, конечно, зависит от количества спален и размера дома. Ну, приблизительно можно себе позволить. Дворики очень небольшие в этих домах, но они есть. То есть барбекю можно сделать, столик поставить. Ну, для кого-то это и плюс. Да, да, зато эти домики, они в центре города. Буквально три минуты пешком и вы уже гуляете по городу. Вот это апартаменты, да? Да, это апартаменты. Слева у нас аллеи миллионеров, так сказать. А, и что там у нас? А, дома дорогие, да? Очень красивые, дорогие дома, да. Ну, мы едем в дом, можно сказать, даже дороже, чем те. В принципе, да. То есть сегодня я вам смогла уговорить владельца, чтобы нас пустили посмотреть в очень необыкновенный дом. Сейчас мы к нему подъедем. В чем необыкновенность этого дома? В том, что я этот дом видела на продаже год назад. Этим домом владел в тот момент банк. То есть владелец купил этот дом у банка за 800 тысяч. Что тоже немало? Да, это немало, но дом был, причем, в очень плохом состоянии, причем с признаками, так сказать, вандализма. То есть в нем долго не жили? Он был очень-очень убитый, да. А какого года, извиняюсь? Мне нужно будет посмотреть. Вообще центр Celebration был застроен в 1996 годах. То есть не суперстопкий, старый? А, не суперновый, да, но и не суперстарый. В принципе, весь Celebration, он начинал строиться в 1995-1996 годах. Вносительно недавно. Да, с центра города. Потом город стал расширяться по другим villages, как деревни, районы. Да, у нас стали появляться южный район, северный район, то есть поновее дома. Вот. Значит, мы подъезжаем к этому дому. Он находится вот там впереди беленький дом. Ага. Белый дом. Честно говоря, после ремонта я там еще не была. Мне самое очень интересно посмотреть. Жалко, что нет до. Люди такое тоже любят. Да, да, к сожалению. Могу только фотографии послать того, что было до. Да, это тоже, кстати, интересно. Хорошо, да. Итак, вот этот дом мы сегодня будем обозревать. Давайте обойдем его немножко, покажем снаружи, как он выглядит. Более подробно Надя риэлтора нам расскажет, потому что подробности знает только она. Да, как я говорила в машине по поводу того, что этот дом был продан почти за 800 тысяч. Я уже сейчас не помню точно цену. Там было перестроено все, перенесены стены. Они его увеличили за счет патио, то есть новые стены поставили. И вложили более миллиона долларов в то, что сейчас там мы увидим. Внутри. Да, мне самой очень интересно, что там сейчас внутри, потому что, как я говорила, я видела, что было до этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. Очень интересно. О, такое все светлое. Да. И пахнет новым, новизной. Как небо и земля. Ага. Я думаю, что дверь эта была. Она очень такая мукольная дверь. Да, я думаю, они ее просто отреставрировали. Красивая дверь. Я только думаю, сама дверь сколько стоит? Вешеных денег. Видимо, поэтому они ее стоят. Деревянная дверь, правильно? Деревянная, да. Вау, да, небо и земля. Совершенно другая планировка, чем я помню. Совершенно другая. Они перенесли стены. То есть здесь был сразу проход на кухню. Сейчас они сделали столовую официальную. А чем вы можете объяснить, что вот мне спрашивают часто, почему столовая часто находится у входа? С чем это может быть связано? Честно говоря, практически всегда. И как это удобно? Практически всегда. Наверное, 80% домов, честно говоря, не знаю. Оборудовано именно так, но почему, непонятно, да? Удобно поел и вышел на улицу сразу. Это же парадная столовая. Да, парадная. То есть после пришли, зачем пришли? И не углубились, да, знаете ли, в глубины. Поели ушли тут же. Да, возможно. Интересный вообще вопрос. У меня нет на него адреса. Но на самом деле дома практически, сколько, ну, может быть не 80%, но процентов 70. Иногда бывают столовые внутри дома, перед кухней. Но у меня в доме тоже столовые у входа. Не знаю. Так удобно. Так исторически сложилось, да? На промежку, чтобы далеко не идти. Да, здесь столовая, офис. Офис. Интересно, да? Сразу человек может принять кого-то даже. Например, адвокат. Очень красивый вид, посмотрите. Элит на Вольфкорс. Это закон. Это открытая комьюнити, не гейтовая, правильно? Открытая, да. Здесь нет гейт. Могут заезжать кто угодно. И даже Вольфкорс. Но здесь не криминально, правильно? Здесь нет такого? Нет. Здесь постоянно ездят шерифы. Постоянно машины. Нет, не криминально. Совсем. Вот. Значит, это у нас верингрум, кажется. Так, снимаем. Все light features. Дом был полностью переделан. Крыша новая. Стены новые. Полы новые. Полы. Полы. Полы, кстати. Полы. Это дерево. Обработанное. Сейчас я скажу, что это за дерево. Клёв. Клёв. Клёв, по-моему. Да, это клёв. Значит, это дорого. Это дорого, да. Новые кондиционеры. Вот эта часть, я помню, была веранда. Это была открытая часть. Ага. То есть они... Они сделали часть дома больше. Это сейчас пока опасно. Меня предупредили. Да, 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 да. Они ставят перила. О, да. Чухонные перилы. Всё правильно. Они сейчас ставят. Да. Так, дом продаётся... Здесь можно спуститься. Да, с тем, что... Без мебели. Это... А куда они одевают мебель? Есть такой вопрос. Если они продают без мебели. Или её можно купить? Это мебель арендованная. Ага. То есть это стейджинг. Это приходит, когда компания в пустой дом. И они его обставляют. Чтобы людям было понятно, что где находится. Особенно в таких больших домах стейджинг просто необходим. Как это может выглядеть? Да. А можно ли второй вопрос у этой компании купить? Вот мне, например, всё вот это нравится? Как тут всё обустроено? Чтобы... Я слышала, что можно, да. Что можно, да? Может быть, что-то им очень дорого. И они больше где-то нет. Да, им не купить. Но это всё продаётся, да. Угу. Всё, отлично. Я разговаривала уже. Я задавала такой вопрос. Помню, стейджинговые компании. Они говорят, ну да, если что-то очень понравится, то можно купить с этой мебели. Цен я не знаю. На мебель. А дом ещё раз сколько стоит? Дом стоит... Да, самое главное. Самое главное. Он стоит недёшево. 2 миллиона 695 тысяч. Угу. Прилично. Та-дам. Да, в принципе, Celebration сам район премиум класса. То есть здесь достаточно дорогая недвижимость. Ну и естественно, как бы дом такого класса. И они покупаются, они продаются. Ну давайте я потом расскажу пару историй. Вот здесь у меня совершенно была зона. Даже в другой стране. То есть ухня была здесь. Ухня была здесь. Мммм, всё переоборудовалась. Снесли всё. Я оборудовалась. Я сама ещё первый раз здесь. Мне нравятся светлые тона. Я очень люблю свой дом. Я бы хотела в таких светлых тонах. Тон очень светлых. Да, да, да. И здесь много окон. В чём плюс? Очень много окон. Всё так прозрачно, чисто и светло. Здесь газ. Газ, да. Вау! Вот это плиточка. Я тоже думаю, она не мало стоит такая на газу. Смотрите здесь. Это что за камень? Я думаю, это... Это какой-то натуральный камень. Что-то. Что-то похожее. Да. Представляете, какая толщина? Он зелёный. Может быть, надо будет спросить. Сейчас я посмотрю, если у них сказано. Так, сейчас, секундочку. Да, классная, конечно, вот эта вот вещь. Плита. Ой, у них сказано. Калкутта, болт, каунтертопс. Честно говоря. И всё. Ну, похоже, что это или марвел, или мрамор. Но не мрамор, как у нас. Или у нас не мрамор? У нас гранит. Ну, это не гранит. Нет? Это не гранит. Это какой-то мрамор очень похожий. Но, знаете, мы не разбираемся. Иногда в комментариях пишут, вы такие каменщики разбираетесь. Нет, я обычно отвечаю, но это какой-то новый... Видишь? Я такую поверхность не видела пока. Но видно, что она натуральная. То есть это не искусственный камень. Ну, там можно уникс, но уникс обычно зелёного цвета. То есть это... Что-то такое. Да, что-то... А вытяжка, посмотрите, какая. Вытяжка, да. Смотрите, что здесь ещё, оказывается, есть. Вот это морозильная камера. Это морозилка только? Да. А с той стороны холодильник. Вау. Представляете, это только морозилка, и она встроенная. Мне, конечно, очень нравится, когда закрываешь, и как-будто это просто часть кухни. Да. А здесь вот... А здесь вот холодильник сам. Вау. Отлично. Очень здорово. Я хочу в такую кухню. Так, продвигаемся дальше. Давай, давай. Как эта зона называется? Это просто living room? Это family room. Это семейная комната, где семья сидит в телевизорском. А вот это living room, это комната для приёма гостей. Да. А здесь у нас хозяйская спальня. Мастер-бедрум. Я помню, она была намного меньше. То есть тоже из-за увеличения вот этой площади увеличилась сама комната. Роскошно. Да. И тоже такая светлая. Люстры, видно, здесь очень дорогие. Да. Такие красивые. Кустарные. Кустарные, да. Сваровские, наверное. Похоже, да. Кстати, я сама стою и думаю... Почему-то, мне кажется, камера не передает, как они блестят. Ну ладно, посмотрим. Ну, очень красиво смотрится, что я говорю. Вот тут такие две большие двери. Такой вход большой. Так. Проходим. Мастер-бедрум. Да. Это хозяйская ванная. Она была намного меньше тоже. У каждого своя раковина, да? У каждого партнера. У каждого свой уголок. О, посмотрите, как все эксклюзивно. Это тоже какой-то камень. А возможно... Похоже, да. Похоже. Мы тоже натуральные, видны. Как матерые каменщики, мы говорим. Так, а это у нас ванная. Какая-то тоже такая эксклюзивная. Такую везде не купишь. Посмотрите на этот душ. Угу. Угу. Так, заходим. Заходить. Не стесняйтесь. Так, сейчас мы больше скупаемся. Если стояком стоять, то тебе притянуть. Да, слушай, это нас сразу на большую семью. Воду сэкономим, всем помылся. Сто дом. Так, вот еще одна раковина. У каждого своя. Очень удобно. Так, здесь мечта. О, здесь мечта, это правда. Смотрите, гардеробная. Гардеробная. С окошком. Что самое интересное, вообще редкость. Здесь, кстати, кладовочка для туфелек, я думаю. Здесь кондиционер. Кондиционер. Вот кладовочка мне бы не помешала. Туфельная такая, тоже с двумя дверцами. Я не знаю, что. Либо сеять сделать. Комната большая. Слушайте, реально можно сделать еще одну комнату было. Но, естественно, гардеробная хорошая нужна всегда. Особенно в таком большом доме. Вообще, ванная тоже сама по себе большая. А, вот еще покажем туалет. Туалет здесь имеется отдельно, закрывается. Очень удобно. Что здесь отдельно за дверью. Обязательно. А мы идем дальше. Как всегда это часто бывает, мастер бедрум выходит на красивую сторону дома, на внутренний дворик. В данном случае вот с бассейном. Поднимаемся на второй этаж. На второй этаж. О, какая лестница, это красивая. Да. Мне было сказано, что здесь добавлен третий этаж. Вау. Вау. Очень важно, да. Вот первая гостевая спальня. Тоже такая светлая. Здесь можно чуть-чуть, кусочек видно бэк-ярда. Угу. Так. Проходим в ванную. Угу. Так. Здесь тоже все это поверхности натуральный камень. Вот здесь. И душевая. Пожалуйста. Не такой большой, как хозяйская спальня. Гардеробная. Гардеробная, да. Когда я говорю «клозет», все меня поуправляют. Потому что по-русски «клозет» — это туалет. Вот эти понятия. Ага. Ну да ладно. Пусть будет гардеробная. Так. Еще одна спальня. Ага. Не менее. Прекрасная. На курс, посмотрите. Ага. Так, сейчас. Вот. Там он. И озерцо. И соседи. И даже. Вот посмотрите. Можно тут кофеек попить. Это прям для принцессы. Покурить. Там рыцарь будет песни петь. Под окнами баллады. Ой. И погода-то сегодня какая классная. Ой. И соседи соответствующие. Учук повесился. Ага. Ага. Так. 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 Отлично. Так. Ванную. Еще одна ванная. Ванная. Посмотрите. Да. Здесь уже ванная. С душем. Нет. санузер. Все на месте. Вот. ванная. Это классно. Когда только сделан ремонт. Кардеробная. Не знаю. Показываю. Нет. Еще раз покажем. А вот здесь что? Сейчас посмотрим. Еще одна. Еще одна такая. Аааа. Кладовочка. Кладовочка. до чемоданов. Или пылесоса. Ааа. Вот про это. Это умный дом называется? Или это только с температурой связано? Это с температурой связано. То есть. Я понимаю о чем ты говоришь. Нет. Можно температуру устанавливать на своем айфоне. Но это. Да. Это nest. Вот. В новых домах такое я часто вижу. Так. Дальше. Еще одна. Еще одна спальня. Детская. Подростковая. Да. Например, для старшего ребенка. Почему же детское? Я не могу. И здесь. Так. Здесь тоже ванная комната. Посмотрите, какая здесь раковина красивая. Русские. Да. Забываем уже русские слова. Извините. Английский не выучили. Забыли. Это нормально. И все так красиво. Только покупайте. А кстати, можно ли здесь торговаться? А по ценам? Вот так вот. Захочешь, например, не за 2 600, а за 2 500. Нет. Конечно. Конечно. Траговаться всегда можно. Естественно. Можно и даже нужно. 100%. Третий этаж. Третий этаж. Третий этаж. И вот они сделали еще дополнительный этаж. О, как красиво. И еще одна. О, как красиво. А ну-ка все выключается. О, спасибо. Так. Классно. Отлично. Декораторы еще же. Умеешь же правильно все задекорировать. Прямо как и хочется купить. У меня кого-то понимаешь. У меня размерчик двери. Да, 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 да. Ку-ку. А что у нас здесь? Кондиционер. Коммуникации. Раньше это была крыша. А-а-а. Этик. Как она называется? То есть это все, что есть на третьем этаже, это вот эта спальня, правильно? Для гостей, например. И ванная. Так, и ванная. Они просто как бы открыли чердак и переделали его. Ну, от чего? Зря они... Ну, правильно, правильно. Увеличили метраж конкретно из-за этого всего, правильно? Они увеличили метраж из-за... Ух ты. Хороший такой тоже различный. Не могу сказать, что очень большой, но для гостевой очень хороший. Ну, да, можно полочки, кстати, здесь и что-то одежду повесить. Для хозяйства гардеробной. Да, отлично. Так, ну пойдемте дальше. Что у нас? Еще есть одно помещение здесь. С другой стороны дома. Так, здесь пьяным не ходить. Нежелательно. А вот тут еще есть второй смех. Посмотрите. И там... По наставке бутылок свернул. Да. А потом спускаетесь. Ага. Удивляетесь. Что-то все. Вот. Госпиталь рядом, кстати, да? Да, госпиталь рядом. Ну вот, это хорошо. Есть, Рюша. Навернешься. Все близко. Так, отсюда еще сниму. Ну, запах такой молоденький, да? Угу. Как вот у машины новый запах. Такой прикольный. Такой у дома. А, да. Здесь еще есть одно помещение. И еще одно какое-то, что здесь у нас. А, это гостевой такой санузел. Ага. Ну, правильно. Это считается половинка, да? Да. Половинка санузла. Здесь шесть с половиной санузлов. Вот. Как раз это и есть половина. У каждой, кстати, спальни есть, как вы заметили, есть своя ванная. Это отлично. Свой санузел, своя ванна. Очень часто спальни делят ванную, но вот в этом доме... Это постирочная. За такую цену решили не делить. Постирочная. Это будет у санузина, да. Они сейчас вот еще... Здесь будет, да. Здесь будет, да. Стиральная машинка. Там, да. И суши. И раковина там. Обязательно. Раковина там. Даже здесь она гранитная или какая-то такая. Не знаю, какая-то. Ну, здесь такое. Здесь у нас... Что? Кладовка. Видимо, да? Еще кладовка, да. В угол ставить детей. Да, там. Это комната в леслоге. Я все знаю. Все знаю. Ну, здесь только если... Что-то ты не любишь? Клугочка свернулась. Нет, комната в леслоге. Она вот там, наверху. Да, видишься. О, там видать какая-то крутая машина. В армии. Угу. Угу. Так, это на три машины, да? На три машины, да. На три машины, да. Смотрите, полы здесь... Тоже сделаны специально вот такого. Да. Толя и фоксин здесь покрашены. Да. Толя и фоксин здесь покрашена. Да, краска, краска, да. Покрашена. По бетону. Такая долговечная. Эх, жаль, нельзя машину посмотреть. Но по силуэту, видите, это какая-то спортивная и, возможно, открытая. Это кабриолет вообще. Открытая, видно. Угу. Угу. Так, пойдемте еще в комнату над гаражом. Смотрите, какие в стиле модерна сделаны везде лестницы. Угу. Угу. Перила такие. Конкретно стальные, не ржавейка. Нет. Для прислуги, наверное, все-таки это живо. Я сам... Можно я буду прислугой? А? О, слушай, да. Я всегда люблю говорить, это для бабушки, для любимой. Тут, смотрите, можно же и приготовить. Да, здесь можно микроволновочку. Да, 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 да. Не, ну я шучу. Это, конечно, мне кажется, такая мини-кухня. Это если хочешь с гостями уединиться, попить тоже вина. Это же для вина, правильно, нет? Да. Такой холодильник. Подожди. Посудомойка. Приватная комната. Можно сказать, можно сделать, как они называют, man cave. Это берлога. Вот, 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 вот. Да, да. Они здесь сидят, пьют, курят, все дела, играют, карты. А это уже не мой размерчик. А это уже, да. Садитесь, не стесняйтесь. Так, слушай, ну это тоже кладовка. А это, кстати, это кладовка. Да. Сюда тоже можно спрятать, как раз-таки, для прислуги разные принадлежности. Что-то привезло. Принадлежность. Прислугу можно сюда спрятать. О, два человека можно сюда спрятать. Прятать можно кого-то вообще, в принципе, так, беженцев каких-нибудь. Мы шутим, конечно. А, ну смотри, еще какой-то прям ключ. А может быть здесь капецанит? А, нет. Здесь прям кладочка. Я думаю, что это кладочка. Представляете, как много здесь кладовок. Большая. Да, и для этой комнаты можно сделать полноценную. Да. Кровать поставить. Он может. Мне всем нужно только модельпайле, поэтому... Такое уютненькое местечко тоже нравится. Книжечку почитать. А, вот еще. Она тут туда, здесь. Вот такая красивая картинка. Сейчас. Так. Трейлер у соседей. А, здесь, да? именно душ без ванной просто большой такой душ личный да в принципе бабушки здесь будет хорошо самое главное идти под ноги смотреть ну еще раз заглянем эти двери главное действительно здесь главное очень аккуратно проходим это вот как они называются травертин помада такой натуральный вот так поливается что прекрасно в этом доме вот я смотрю трава поливается вот таким вот выносным способом или здесь есть точки как поливать установление установление регистрации потому что так делание не так это это сто процентов дом не будет так продаваться я уверенна что это временно как как листинг риэлтор до агенту который выставляет этот дом он сказал что еще детали они доделываются все понятно то есть перила здесь будет установлены они знаете бассейн подогревается потому что это тоже плюс это называется спа там вода бурлит она теплее да она такая горячая но если она нам но если они отдельно это подогрев ну как бы отдельно можно температуру выставлять но я уверена что в таком доме я сейчас про бассейн читаешь ну сейчас она может быть прохладной потому что зачем им это надо да да конечно сейчас просто фильтры работают и все вот обеденная зона на террасе а сколько здесь вопрос да вот отсюда да можно свалиться сколько здесь будет в год налогов property 11000 ухты и но в принципе в пределах такого дороже даже находясь в одной каунте с кисиме да естественно за школ и за инфраструктуры народ налоги здесь будут выше чем в других городах каунте во вторых налоги зависит тоже от размера дома то есть здесь 6300 квадратных фут около 600 квадратных метров это под кондиционером до считается но здесь практически нет дворика да то есть вот этот газон и все но в этом тоже есть плюс ведь за этим тоже еще дополнительно надо ухаживать это а до всего 80 долларов в месяц о независимых сэкономить можно вот тогда берем независимо от размера дома если вы владеете трехспальным маленьким домиком не важно но вот все таки вот эту траву это наши не ухаживают то есть внутренняя трава ваша вынос мусора вот такой следить за дорогой территории они на самом деле ее наш центр города они просто полируют иногда сидишь в старбаксе смотришь как они просто драйвит и все да они ухаживают конечно за годом город очень ухоженный всегда пломбы пересаживать с новыми цветами что сказать молодцы да давайте скажем заключительное слово может быть снаружи как-то еще пройтись или или здесь сказать мы можем пройтись снаружи но сейчас скажем да давайте посмотрим этот потому что просят фасад тоже посмотреть давайте 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 да в общем была постелена новая трава и для нее нужно нужно больше дополнительные воды просто и все да то есть вросли все это понятно а мы сейчас посмотрим дом снаружи как вы это любите потому что снаружи он такой же красивый изнутри так я отойду что пройдемся что здесь старая каркас фундамент да только внешние стены потому что тоже все переделали а какого года постройки а 98 принципе он не старый нормальный дом то есть может прожить еще очень очень долго вот гараж на три машины мы видим да 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 и до сих пор живых вот здесь получается 3 юнита даже 5 здесь стоит 3 юнита из канала другой страны а это что-то на на крупе это газ а пропан нет натурального газа поднижает машины и заправляет там не дает безопасно ничего не вернуть и сказать что в домах попроще у нас электричество электрическая но это газовая плита считается здесь лучше элитарная элитарным чем туда кидается элитно поэтому в таких кастом-мейд дома это как по специальным проектам да у них в основном газовые плиты или такие танки пропейн естественно можно поставить электрическую плиту по желанию но уже там где электрические сложно поставить газовую такие вот соседи и стиль такой это американский колониальный да как у нас вообще изначально когда города вол дисней рисовал этот город как я говорила да после его смерти его последователи решили его воссоздать с таким как он есть вот и нарисован придуман он был в таком стиле в таком стиле я бы сказала кейпкад да то есть вот север массачуссесс вот эти вот острова то есть вот такой архитектурный стиль он на как бы здесь присущ америка 19 века а полностью здесь они как это называется воду каркас здесь у них написано сейчас вот как будто бы построен из кирпича но это просто отделано а вот фрейм переведем это деревянная деревянная как бы каркас каркас и знака это отделочный материал штукатурка все поехали в следующий дом это будет следующее видео всем пока а